извиняюсь написано ну что дорогие друзья все всем привет всем привет и начинаем мы сейчас урок по мишли уже на 77 сегодня счастливое число такое 77 урок продолжаем изучать 11 главу 11 глава и значит было несколько дней что мы не учили я вот не помню я сам продолжал изучать повторять потому что тот кто учит и не повторяет похож на человека который сеет и не собирает урожай и очень много людей которые просто что-то прошли по чуть-чуть прочитали один раз и дальше идут все время новое что-то новое новое это неправильно я считаю правильно это ты находишь какую-то сильную вещь и ты ее повторяешь есть закон сайте психологии закон повторения кривая и гауза она называется или гауза какого-то в общем запоминания до четыре раза надо повторить причем первый раз надо повторить через 15 минут второй раз надо повторить через день третий раз через неделю 4 через месяц и тогда материал запоминается уже если не повторять тут то она все теряется то есть теряется там до 90 процентов но я вот позавчера встречался вместе на личной странице с чемпионом мира по запоминанию там человек который но вообще в этом деле монстр да то есть он там рекордсмен и так далее он как раз объяснил законы запоминания ну вкратце да как язык учить как что-то я как раз ее рисовал это абсолютно четко доказано прочитал через 15 минут повторил на следующий день повторил через неделю повторил и через месяц повторил четыре раза повторил и запоминается весь материал поэтому а нашим мудрецы нам сказали что тот кто учит и не повторяет похоже на того кто сеет и не собирают урожай поэтому я все эти дни повторял то что мы учили и из-за этого и шел вперед даже и забыл из-за этого дима остановились материал помню а где остановились не помню какой отрывок да это мы с этого начали последний раз а закончили нет бы мы там дальше прошли это точно помню хорошо значит да сразу 19 отрывок час мы подошли 19 отрывок 11 главы звучит так кэнс дака лиха лиха им учили мы точно у марадев ралим это это мы точно учили тот кто гонится за злом тот тот это ведет его к смерти все это мы точно учили 20 отрывок все 20 отрывок он начинается так то ават то ават ашем и кэш лев значит мир того это мерзость до мерзость для бога кривой сердцем в рацион от меме дырах и его желание те которые идут чистыми прямыми путями томим это ну такие простыми прямыми путями теперь значит есть есть у человека сердца сердце это его подсознание значит по современным языком это подсознание есть известная мишна вперте вот когда спросил раба не ханан бен заказ просил своих учеников какой путь прямой по которому человек прилепится к богу и одни отвечали глаз то хороший глаз хороший сосед хороший друг там видит будущее тут-то планирует долгосрочно да и смотрит вперед а сказал рабе лазар бен арах он говорит самый путь прилепиться к богу это хорошее сердце лэфтов а он говорит о в его ответе и все ответы то есть если у человека его мышление лэф это на языке мудрецов это мышление как говорят много замыслов сердца человека работ махшивот были выше в отца ташем и таком так вот сердце человека это весь набор его мыслей представления о мире и сердце управляет человеком то есть это у человека решение они всплывают ученые доказали что когда человек осознает свою мысль мысль внутри подсознание возникла пол 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 секунды до этого уже она пошла и ты ее только осознаешь через пол секунды то есть получается чем только ему кажется что он думает осознательно принимает решение а мозг живет своей жизнью вот это сердце работ махшивот были выше много замыслов сердце человека в отца ташем а совет бога и таком он он установится он установится что это значит если уже что-то вышло из меня то это уже превращается в замысел бога потому что реальностью управляет все равно бог ну то есть моя а как бы у меня там мысль которая у меня вышла и мое решение это отражение того кто я есть это не она вдруг появилась то есть любое решение человека это то что из него вышло суть его и поэтому сердце это главная сила которая управляет человеком теперь сердца бывают разные бывает хорошее сердце это путь к богу хорошее сердце это добрый правильный человек у него есть внутри шлымут цель на совершенство все но таких людей мало потому что написано в калите что нет садика который бы не грешил даже садике у них может быть что-то откуда у них это берется что-то потому что бог то сотворил человека написано что сердце человека злое от рождения то есть бог запрограммировал сердце природа человека изначально то есть там есть установки по умолчанию это ну она зло она тянет его каким-то там неправильным вещам и чек должен это преодолевать в этом суть как бы бог так запрограммировал и цадик он при он не то что он вот такой вот родился таким да от садиком он преодолевает эти свои семена которые в нем есть негативные и он их преодолевает и и поэтому он и называется царе теперь сердца бывают до то а бывает сердца хасерлиев мы учили до этого у него есть хазерлев это недостаток управления сердцем то есть у него там чего-то не хватает он очень сильно реагирует это реактивный человек до хасерлиев называется а есть икшелев икшелев это кривые сердца что за кривые сердца объясняют молдым нам что кривые сердцем это те которые осознанно пошли против бога это называется кривые сердца то есть они скривили реальность они наоборот а типа ты говоришь о бог есть а я тебе докажу что бога нет ты говоришь надо делать добро а я тебе говорю что надо делать то есть это есть люди которые настолько как бы имеют вот эту вот наглость и кривизну что они идут против бога они называются икшелев кривые сердцем и про них сказано что бог их ненавидит то вот даже мерзость для бога вот эти кривые сердцем есть такие люди например, была такая партия в Израиле, Мерец, ну она и есть вот они прям выступают против Бога, против Торы против религиозных они есть, котища такие есть искривления, ну вот эти вот дейпарады такие, искривления нормальные то есть, как бы мужики идут и держатся крепко за роти они не просто, ну пусть держатся за роти, тихонечко, если им хочется держаться за роти, никто же им не мешает но они, прямо они говорят мы, значит, заставим всех а я читал, сейчас в Америке, знаете, какой самый популярный сериал, вообще, сериал самый популярный, то есть значит, пять голубых они ездят по стране и они, значит, ну там это такая реалити, как шоу сериал, и они заходят, там, например водитель грузовика какой-нибудь развелся с женой, там, все такое и они, типа, они его не делают голубым они его делают веселым, радостным, красивым человеком, один дизайнер из них, один стилист, там, один психолог и они такие, в общем, каждую серию люди рыдают, они, как бы ну, хотят, чтобы все их полюбили ну, грубо говоря, да, что это нормально это хорошо, и так далее то есть, типа, да, типа вот, теперь, значит теперь, ну, опять же, ну, Бог-то сказал, что ты мужчина ты женщина, и если ты, значит, идешь против природы, да, как Бог создал мир ну, ты идешь якобы по своей природе, да, как ты видишь себя мир, то это искривление то есть, опять же, если человек это делает и он там переживает мучается, страдает, скрывается это одно если он выходит на парад гордости и говорит, вы все будете скоро так делать это совсем другое, да то есть, тут весь вопрос в позиции есть, ну, нет цадика, который бы не грешил ну, возможно, да, то есть, это люди больные я не хочу никого судить и ничего не хочу говорить но вопрос я, у меня один из любимых анекдотов когда Рабинович приходит в КГБ это уже было не КГБ, ФСБ в наше время да, говорит я хочу уехать ему говорят, а почему вы хотите сейчас-то уехать он говорит, вы понимаете, говорит ну, из-за гомосексуализма ему говорят, а что с гомосексуализмом ну, типа, какие сейчас проблемы он говорит, так вот, смотрите говорит, когда-то при Сталине за это расстреливали при Брежневе садили в тюрьму при Горбачеве просто осуждали сейчас они выходят на парады я рассматриваю всю эту динамику и боюсь, что скоро это станет обязательно то есть, если смотреть на динамику развития боюсь, что скоро станет обязательно хорошо, значит Богу эти, для него эта мерзость ненавидит это сказал Шлома Амеллах это Тора если кто там смотрит нас иногда не евреи которые интересуются Богом через Библию в Библию тоже входит эта книга то есть, прямо написано мерзость для Бога который... а, тут не написано про гомосексуализм тут написано кривые сердца реценот мимей дерах а желание его, которое тмимим дерах кто такие тмимим дерах? тамим это простой человек который не выдумывает не... вот есть люди они живут по простой схеме, да? вот есть правила, которые Бог установил я эти правила не нарушаю а в остальном в жизни меня что интересует? поработал, покушал и смотрю на солнышко на закат, на рассвет, на цветочки то есть, ну, живут простой жизнью это называется тмим простой такой человек который без мудрствований без там всяких философий психологии он живет простой... женщины, извините, пожалуйста мы просто смотрим вы в кадре спасибо, да? вас покажут да, да, да хорошо значит вот надо быть тамим по-простому, да? то есть, извините, пожалуйста и поехали дальше теперь дальше 21 отрывок 21 отрывок такой яд ли яд лой на кэ ра значит, рука в руку не очистится зло вы зеро цадитим не млад а зеро цадитим это семя цадиков оно спасется значит, что имеется в виду? вообще, вот если просто по-простому читать ничего не понятно, да? рука в руку не очистится зло и семя цадиков оно спасется теперь здесь нам открывается следующий, как бы, шаг вот есть люди, которые кшелев, да? у которых кривые сердца есть люди, которые тмимим простые люди причем простые люди они обычно неактивные то есть простой человек он живет простой жизнью и он никакой активности не проявляет особо теперь кривые сердцем такие, как, например, Карл Маркс Троцкий если говорить про ну, таких вот именно по-настоящему кривых сердцем они очень активные то есть они, как бы, неравнодушны они активны они хотят всех заставить думать, как они то есть человек простой он себе делает добро он живет нормальной жизнью, он не делает никому зла, он внутри у него все спокойствие, и он думает, что будут дергаться. Бог управляет миром, это его мир. И я спокойненько в этом мире доплыву своих 70-80 лет и перейду в следующую серию. Жизнь сбалансированная, хорошая, спокойная. Вот так жили евреи в местечках тысячи лет. Никого не трогали, поработал, тяжело поработал. Хорошо, но человек не создан для того, чтобы в этом мире, в раю жить. Он поработал, вечером сели и учат там Талмуд, Мишли, живут вот в этом вот духовном мире такого духовного наслаждения. Умирают и приходят в рай. Так они жили тысячи лет, никому зла не делали, но и особо не занимались ни пропагандизмом, ни с этапоклонством не воевали, зло не искореняли, ну и так далее. Теперь, а есть люди, которые вот эти вот экшелиев, бандиты, да, они, значит, они активны, они грабят, они собирают армии, они, значит, царя взорвать, там, ну, то есть они реально активисты такие. Теперь, но, если мир судится по большинству, так в Перте вот нам сообщено, то есть Аколи, Феррова, Маосе, именно все в этом мире судится по большинству действий. Не по большинству мыслей, а большинству действий. Теперь простой человек, он как бы особо, ну, не делает ничего такого супер хорошего, да, то есть он живет в своем маленьком мертве, и в этом мире он прежде всего думает, чтобы ему было комфортно, хорошо и спокойно. Теперь злодеи, они активно действуют, они, значит, создают телепрограммы, фильмы, журналы, газеты. Например, тем же гомосексуалистам, в принципе, им что, детей воспитывать не надо, по большому счету, да, то есть они знают, что рая у них нету, ну, то есть они как бы, ну, осознают, понимают. Хотя есть сейчас какие-то конфессии, там, в христианстве много конфессий, которые считают, что это нормально. То есть, ну, как-то вот они решили, что, ну, есть какие-то у них конфессии, которые признают это, я не знаю, как они это себе объяснили, но они ставят венчание, ставят для двух мужиков спокойно, для женщины и женщины, для, ну, для всех они ставят венчание, в принципе. Кто придет венчаться, они всех венчают. И, значит, теперь мир смотрится по большинству действий. Тут в какой-то момент, в какой-то момент идет раздача, то есть приходят моменты, когда идет конкретная раздача. Раньше особенно это было такими волнами. Последняя такая крупная раздача была 70 лет назад, Вторая мировая война. Всего прошло 73 года, прошло с тех пор. Это не очень большой срок, есть люди, которые в то время еще жили. Там 30-40 миллионов человек по всей Европе погибло. Значит, 6 миллионов евреев погибло, 1,5 миллиона 250 тысяч детей в возрасте до 12 лет. 1,2 миллиона детей, можете себе представить, было убито. А взрослых евреев 6 миллионов, всего, если взять потери во Второй мировой войне, около 30 миллионов погибло всего людей. Вот цена за зло, которое люди делали на протяжении предыдущих поколений. Оно накапливалось, 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 потом Бог говорит, стираем. То есть это было наказание, которое пришло с неба. Теперь получается интересная вещь. Что написано, рука в руку не очистится зло. Значит, что если зло это накапливается, то Бог лично, это здесь объясняют, что это имеется в виду рука Бога, не очистится зло. Теперь, и когда идет, а спросят, а почему дети, какое было же здесь зло? А здесь, когда идет раздача, когда идет, ну там все, отпустили этих ангелов уничтожения, эти называются ангел уничтожения, и идет эпидемия, идет война, и там уже не смотрится. Потому что если этот кусок мира должен быть уничтожен, он должен быть уничтожен. Все, то есть уже как потоп был, да, то есть мира суда. Разница в том, что если человек, который умирает, у него не было личного зла, да, то тогда он сразу попадает в рай, там моментально он попадает в самый, то есть они самые становятся великие и праведники, то есть человек всей жизнью выполнения каких-то добрых дел, заповедей, торы, не может подняться на ту ступень, на которую поднимается человек, который невинно убит во время, когда идет вот эта вот раздача, ну зачистка, раздача, да, за грехи других людей, которые были до него. И поэтому им как бы, они просто попали под раздачу. Ну бывает, человек попал в плохую компанию, человек попал в плохую компанию. Вот у меня, я помню, самое для меня это пример на всю жизнь, это когда-то, когда я был спортсменом, мы шли с, там было, ну, спортинтернат, было два спортсмена, такие хорошие, один борец, один гонболист. И был один бандит такой, ну такой вот местный, вообще не спортсмен. И этот не спортсмен, значит, они втроем шли, и мне говорят, пошли пить пиво. А я с этим вот бандитом, он мне вызывал отвращение, он такой был жестокий, кошек там издевался. Ну такой вот был именно воплощение зла. И они пошли пить пиво, и потом они с тем-то познакомились, пришли к нему домой, и этот бандит его зарезал, того человека с целью грабежа, убил его. Потом, ну, соседи вызвали милицию, они втроем выпрыгнули с балкона, убежали, два дня бегали, а тот оказался, вот этот оказался, кого они зарезали, родственник генерала милиции. И потом их поймали, и всем дали по полной катушке, и, ну, там их посадили, там, ну, самые, вот по полной им всем. Они не убивали, они, как бы, просто присутствовали в этой ситуации. Но они были рядом с конкретным злом. Ну, а это было воплощение зла, тот, кто был, ну, сам этот преступник. И они, значит, пострадали, потому что они были рядом, ну, рядом со злом. Теперь, когда, да, когда идет раздача, то вот эти хорошие, добрые люди, которые в комфортных условиях, типа, это не мое дело, а потом, когда накапливается количество зла, которое было рядом с ними, говорил Хафецхайм, великий мудрец, который известен тем, что он говорил, что нельзя ни одного плохого слова сказать. Но он, когда уже посмотрел последствия вот этой революции, которую, ну, во многом участвовали в ней те, ну, там, Троцкие, все вот эти гады, он говорит, надо было их убить своими руками. То есть, если бы их убить своими руками в зародыше, то тогда не было бы вот этого вот всего дальнейшего, ну, дальнейшего развития событий. То есть, евреи должны были убить? Евреи должны были убить, да. Евреи должны были их убить, потому что они, вся эта евсекция, которые рвали Тору, там, все, то есть, это все была группка, причем небольшая группа людей, которые, любавческого рэба, кто арестовывали? Евреи. Евреи пришли, арестовали, били, там, ну, и так далее. То есть, вот это вот зло, которое, оно немногочисленное, но оно очень активное, если его не выкорчевать, то оно потом уничтожает весь народ и весь мир. И, но здесь нам дано очень интересное, интересное дано нам такое дополнение в этом отрывке, в 21-м, что в эзера цадитим не млад, что потомство цадиков, оно спасется. То есть, даже в то самое время, когда это было все вот шло, ну, вот так вот все эти ангелы, там, уничтожители идет, в это время вдруг вот бывало, что бах, и кого-то прямо вытаскивало из этого, из этого вытаскивало, значит, ну, как сказать, из этого зла, прям, оп, и человек спасался. Он спасался, я недавно читал книгу, как один рассказывал, как он был в концлагере, он спасся, потом, ну, то есть, он реально все время спасался, 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 и, ну, совершенно удивительными, есть удивительные истории спасения. И здесь это написано, что потомство цадика, не обязательно он сам цадик, иногда я спрашивал, вот один есть еврей, который ему очень сильно прет, он миллиардер, ну вообще реально ему прет, прет, и я спрашивал другого, который его очень хорошо знает, вот объясни, почему ему так везет, то есть ему реально везет, но дико. Он говорит, что, говорит, ну сложно сказать, во-первых, он иногда делает совершенно необъяснимые поступки добрые, которые, то что называется мессерут нефеш, то есть есть люди, которые делают добро, но как бы пока мессе это не сложно, ну вот, например, я отношусь к таким людям, да, то есть я стараюсь там вот урок Торы провести, да, в удобном, ну вот я стараюсь делать добро, но как бы не, не бы мессерут нефеш, не, я реально говорю про себя, я вообще не цадик, в плане, есть цадик, из как Зильвер, который полз на урок Торы, когда он, ему было за 80 лет, ему врачи запрещали выходить из дома, ему ставили даже охрану, чтобы он не убегал, и он обманывал эту охрану, убегал, и в Ешиву, это рассказывает Равхайм Шаулов, который его был учеником, которого поставили охранять, и он его куда-то там послал, типа за лекарствами, ну что-то он его обхитрил, и он говорит, я прибегаю, а его нету, я понимаю, что он сбежал на урок, я, значит, еду в Ешиву в Орсамех, и там такая лестница на второй этаж, и говорит, я вижу, и он по этой лестнице, он ползет, он не может идти, он просто, но он ползет по лестнице, долазит, проводит урок, его скоро увозят в больницу, у него инфаркт, то есть это называется Бемисерут-Нефеш, это как бы самопожертвование, когда человек идет через боль, через, ну вообще, вот как шли в море, когда шел Накшон Бен-Аминадав, он дошел уже, когда море ему вот так вот было по нос, и оно раступилось, или как Авраам Авину, который первый Бемисерут-Нефеш вышел из дома, и так далее, так вот, он говорит, что про этого вреда, которому везет, он, хотя не отличается большой праведностью, там, и так далее, но он иногда делает такие добрые, ну вот именно добрые, хорошие дела, и он их делает не так, типа, ну, иди, значит, сделай доброе дело, кому-то он говорит, да, а он лично едет кого-то спасать, там, ну, то есть бросает все и включается сам в какое-то дело, которое, ну, явно оно, никакой ему нет от этого, ни почета, ни прибыли, ничего, это вот несколько у него вот этих, он рассказал про него поступков, и второе говорит, а этот, кто мне рассказывал, он религиозный, он говорит, а второе мы же не знаем, говорит, может, он сейчас обналичивает, значит, заслуги предков, это то, что здесь написано, зеро цадиков спасется, потомство цадиков спасется, то есть есть цепочка, и мы никогда не знаем, что делали наши предки, заслугу, кого мы сегодня вообще живы, потому что вообще, если посмотреть на историю, ну, да, почему мы живы, почему мы сидим в Яшиве, почему мы учим Тору, то есть это наверняка есть какая-то заслуга в тех поколениях, которые были до нас. И последний на сегодня отрывок, он касается женщин, это очень актуальная сейчас тема, которая вообще реально актуальна, да, всегда актуальна, и сейчас особенно актуальна, потому что сейчас, особенно в Америке, вот это новое законодательство, что да, сказанная женщина 20 лет назад, да, не является, и она сейчас может прийти и сказать, что то, что я тогда сказала да, это было изнасилованием, это вообще не было да, и человека садят и на пожизненное, это вот как сейчас Вайнштейн, ему уже светит пожизненное, он же вдруг опомнили через 20 лет все актрисы, которые приходили и просили у него дать роль, как это еще известный анекдот, когда в Одессе актриса, ну там была киностудия, и приходят они туда и спрашивают, где у вас тут диван, на котором прослушивание? Так это как бы, ну у них такая, ну это понятно было, что актриса, это в то время было равноценно женщина легкого поведения, и тут вдруг они опомнили, что да, сказанная мной 20 лет назад, он мне дал роль, он же дал роль, она говорит, нет, он меня изнасиловал до этого, в пять раз, значит, и когда я к нему приходила каждый день сама, и его судят за это, ну как это объяснить? Ну хорошо, это отдельная тема такая, непонятная, но, ну ладно. Здесь Шлома Амеллах, он нам пишет так, в 22-м отрывке он нам пишет так, известно очень выражение, что как браслет золотой, кольцо золотое в носу свиньи, он сравнивает, как кольцо золотое в носу свиньи, так женщина красивая и сара там, и, ну у нее, значит, недостаточно, ну, сара там, это по-просто, недостаточно мозгов, но не именно мозгов, как в интеллектуальном плане, а именно качеств, хороших качеств поведения, которые выражаются в поведении, в словах, там, ну и так далее. То есть, теперь, что это за метафора такая притча? Значит, украшения, они должны человека украшать, ну, то есть, понятно, по самому названию. Ну, если мы берем золотое украшение, красивое кольцо, и его цепляем на нос свиньи, цепляем ее на нос свиньи, да, а она до этого лазила там, ну, в каких-то навозах и так далее, то это украшение, не только ее не украшает свинью, но и свинья портит это украшение, наоборот. То есть, оно перестает быть красивым. Теперь есть женщина красивая, она внешне красивая, но она, совершенно у нее неправильное мышление. Знаете, есть такие, там, в 90-е годы была популярна серия книг, там, как стать стервой, там, как, ну, то есть, вот и были такие женщины, они, ну, там, ну, очень они стрёмные женщины, да, и у них очень не в порядке с головой, с правилами поведения, они нервные какие-то, они со всеми ругаются. И, значит, вот их красота, она, она портится их внутренней сутью, то есть, красота их не украшает, то есть, как свинья, она перевешивает качество украшения, она, наоборот, ухудшает его. Также качество характера, они красоту могут, ну, они могут ее, наоборот, портить. Понятно, да, идея? Поэтому, поэтому, самое главное для человека, это его внутренняя суть, внутреннее содержание, для женщин особенно, доброта, спокойствие, как бы наполненность такая, да, чтобы очень хорошая, хорошая, мне понравилась, я сейчас читаю одну книгу, значит, ну, одна книга про, там, выдающихся людей, достигших разных результатов в разных сферах, выдающихся. И там, кто их интервьюирует, задает вопрос, значит, какой бы вы написали бы, вот, главный свой девиз на билборде, да, на билборде, ну, вот, если бы, вот вам дали огромный билборд и сказали, напиши на нем какую-то жизненную мудрость. Я вот как раз вчера вечером читал, одна женщина, она самая, есть какие-то, там, ну, ультрамарафоны, там, ну, то есть, она самая выносливая женщина в мире, грубо говоря. Причем, что интересно, что она при этом работает юристом в компании Apple на полную ставку, фуллтам юрист, и, значит, она самая выносливая, ну, все эти ультрамарафоны шарашит без остановки. Так, ее спросили, что бы вы написали на билборде? Она говорит, я бы написала так, что кто тебе сказал, что тебе вообще кто-то что-то должен? Ну, другими словами, что тебе никто ничего не должен, не полагайся на людей, ничего ни от кого не требуй. То есть, и когда ты так относишься к людям, то тогда у тебя нет разочарований, нет ожиданий, ты ни от кого ничего не ждешь. И тогда с тобой легко общаться, то есть, ты не, ну, вот мне очень понравилась эта фраза, да? То есть, обычно все конфликты, они происходят от того, что я считаю, что кто-то мне обязан вести себя по отношению со мной так-то, так-то и так-то. Если он так не ведет, то я, значит, я злюсь, и начинается у нас конфликт. Но если я, никто мне ничего не должен, он на своей волне, я на своей волне. Если мы сошлись, отлично, нет, вообще тебя для меня нет, да? То есть, ну, это просто отступление, что если бы женщины так себя вели, особенно, когда они замужем, то было бы, мир был бы намного счастливее. Все, дорогие друзья, давайте подведем итог, что Бог не любит кривых сердцем, то есть, понятно, надо исправлять свои сердца, это первое, какой вывод. Второй вывод, что надо быть садиком, это лучший вклад в жизни и в жизни своих детей, и в свое потомство лучше быть садиком. И третье, что, значит, что красота без хороших качеств характера, она не красота, а, ну, иллюзия какая-то. Это мои три вывода, сделайте свои три вывода, пожалуйста, и все очень хорошо мы продвигаемся. Завтра с Божьей помощью, а, завтра шаббат, всем шаббат шалом, кто соблюдает шаббат, кто не соблюдает хороших выходных, и, значит, встречаемся в воскресенье тогда. Все, с Божьей помощью, до воскресенья, до свидания, шаббат шалом.